Всем привет! Это кулинарный проект Дым. Сегодня готовим сырный суп с копченостями и грибами. Почему сырный суп? Потому что он прекрасно подходит для борьбы с осенней депрессией, прекрасно согревает и включает в себя грибы, которые всегда есть под рукой. Нам понадобится мясо копченое, можно курицу, можно еденьку, не суть. Грибы. По овощам стандартный набор лук, морковь, картофель, зелень и, конечно же, сыр. Сырный суп сыром не испортишь. Чем больше сыра, тем вкуснее суп. Плавленый сыр, сливки, перец, соль. По приправам я предлагаю карри, милиционели. Погнали! Значит, нарезаем лук вот такими кубиками. Мелко нарезать не стоит, потому что они у нас будут немножко обжарены, потом проварены. И если вы хотите увидеть лук в супе, чтобы он совсем не ужарился, мельчить не стоит. Дальше морковь. Нарезаем ее такими четвертинками. Наливаем масло. Ждем, пока оно нагреется. Обжариваем наши овощи. Подготавливаем грибы. Нарезаем вот так их, немелко. У нас выбраны шампиньоны. Они готовятся быстро. Обжаривать их смысла нет. Если у вас какие-то другие лесные грибы, можете их также вместе с овощами предварительно обжарить. Ну, а затем уже последовательно сварить. Так, сейчас заливаем воду. У нас 8-милитровый казан. Воды должно быть где-то 2 третьих. Нарезаем картофель. Здесь можно все достаточно так, рандомно. На ваш выбор. Хоть кубиками, хоть момтиками. Теперь занимаемся мясом. У нас копченая грудинка. Такая достаточно пастноватая. Обжаривать я ее тоже не стал. Не хочу лишней сочности, чтобы она теряла. Вот так ломтями нарезаем. Сыр в этом блюде, это как вишенка на торте. Он должен не просто дополнить, он должен объединить все вкусы, ароматы этого блюда. И чем качественнее сыр, тем лучше он у вас растворится. Плохой сыр, он оставляет себе всякие там волокна, какую-то челуху, какую-то непонятную субстанцию. Сырный суп готовится в двух вариантах. Как бульонный, как в нашем случае, и как крем-суп. Но мы выбрали, остановились все-таки на бульонном. Так как у нас более полевая кухня. Так, вода у нас закипела, можно высыпать грибы. Я русский человек, что за суп без картошки. И, конечно же, мясо. Также у нас идут сливки. Так, значит, соотношение сливок и бульона у нас должно быть 1 к 10. Не забывайте, перед тем, как солить, что в копченом мясе тоже присутствует соль. Дабы не переборщить. Добавляем куфловый сыр. Напоминаю, что у нас два вида сыра. Плавленый сыр идет для консистенции, а твердый сыр идет для вкус. Здесь у нас сыр и зелень. Все это добавляем. Вот так вот перемешиваем. В таком состоянии должен сыр чуть-чуть настояться. Примерно 5 минут до снятия с огня. Ждем. Всем приятного аппетита. С вами был кулинарный проект Дым. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok